Добрый день коллеги, я благодарен компании Юрия Фарм, которая пригласила всех нас обработала дизраствором, чтобы легко мы не померли. Но я вообще говорю, если день прошел и вы не поговорили с психиатром, то день прошел зря. Без психиатра уже никто не обходится, ни стоматологи, ни гинекологи, ни тем более кардиологи. Почему? Потому что логично, когда мы говорим о коморбидности, то мы затрагиваем еще одну тему, это эмоциональность пациентов, наших, ваших, но они идут к нам от вас и наоборот, и мы работаем с одними и теми же пациентами. Я назвал сообщение так. Зачем кардиологу знать об эмоциях пациента, если он и так эффективен в своей работе? Хорошая вещь. Вы эффективны, я имею ввиду кардиологов. Тогда возникает вопрос, а зачем я вам со своими знаниями, шкалами, предложениями что-то измерять, уточнять? Давайте подумаем. Зачем это надо? Зачем надо колупаться в этих эмоциях? Во-первых, чтобы быть более эффективным в лечении и близких, и отдаленных перспектив. Есть многие исследования, которые показывают, что неучтенная депрессия, тревожность – это не просто некачественная жизнь пациента, а это иногда даже его биологическая потеря. Они чаще умирают при правильном лечении. Только потому, что мы пропустили, ну или вы, или кто-то еще пропустил депрессивное расстройство. В конце концов, эмоции пациента надо учитывать, чтобы не ломать себе голову, почему вы делаете там гайдлайновский протокол. Вы все делаете верно в рамках доказательной медицины. Вы используете данные метаанализа в национальных протоколах, а пациенту не становится лучше, он подвисает, спрашивает вас, что еще сделать, что еще провести. Может, куда-то в санаторий надо поехать мне, может, вы мне еще что-то посоветуете, потому что я все равно чувствую себя не так, как раньше. Пациенты и их эмоции, надо воспринимать это все чисто эгоистически, чтобы не было Борн-Аут-синдром, чтобы вы не сгорели. Эти пациенты создают кучу проблем, они ходят, ноют, приходят по страсту один и тот же. И вроде как я тебе верно лечу, но все же мы начинаем сопротивляться, потом начинается дурацкая мысль, мы неэффективны, может, мы вообще не ту профессию выбрали себе. Вот чтобы не было синдрома профессионального выгорания, надо это все учитывать. Есть еще один эгоистический момент, чтобы больше зарабатывать, то есть чтобы больше пациентов к нам пришло, чтобы сарафан на радио им говорил, вот есть такой кардиолог, такой крутой, эффективный, не потому что один знает гайлайн на памяти, читает на ночь со страниц какого-то перевода с английского или прямо с английского читает. Нет, все знают, все используют эти исследования, но один эмоционально воспринимает пациента, учитывает эмоции, один корригирует эти эмоции, а другой поступает четко в рамках своей профессии. Я в конце еще поставил слово «чтобы» и три точки, потому что мы еще много чего тут нафантазировать. Одно верно, эмоции пациентов наших надо учитывать, чтобы была эффективная терапия. И вот возникает риторический вопрос, на который я пока сам не знаю ответа. А что такое эффективное лечение? Если кто-то мне покажет, докажет, что это определенное параклиническое обследование, что это какой-то замер тех или иных химических веществ, я скажу, а кто учитывает качество жизни того пациента, которому мы вернули стабильное артериальное давление? А мы учли, что что-то изменилось в его жизни. Мы учли то, как произошел финансовый момент, финансовое распределение в его семье, чтобы у него было нормальное артериальное давление. О чем говорит его семья? Вы учли, как пациент начинает выкручивать всю свою семью со всей этой диетой своей, которая ему нужна, и она должна быть только такой, а не как иначе. Вот что такое эффективное лечение? В конце концов, от наших с вами действий он счастлив или нет? Он хочет работать, он радостный, он прогнозирует свою жизнь на 20 лет вперед. Хотя иногда сам себя спрашиваешь, а ты сам прогнозируешь свою жизнь на 20 лет? И вот вы, уважаемые кардиологи, вы думаете, что с вами будет через 5, 10, 20 лет, когда все говорят, а мы вообще не знаем, когда этот COVID-19 закончится, или логично он перейдет в 20, 21, 22, 23 и так далее. Тема эффективного лечения – это вопрос не просто философский, но и научный, потому что тогда мы говорим о качестве жизни. Когда мы обращаемся вот к этим данным разных авторов, Мазры, другие, наш гуру Сарториус, он еще в 90-х говорил, что четверть наших с вами пациентов – это наши пациенты. И вы читаете то, что я тут написал. Большинство этих пациентов нуждаются в том, чтобы их эмоциональность обязательно учитывалась. В 93-м году Марзук написал, думая об этом или нет, мы уже являемся для них психологами, психотерапевтами, потому что мы ведем себя стабильно, мы ведем себя уверенно или неуверенно, мы учитываем их эмоции или не учитываем. Мы предоставляем психологическую поддержку только своей личностью. Мы такие стабильные, спокойные, знающие, уверенные и так далее. А может и нет, может мы просто передаем дистанционно какую-то правильную информацию, но при этом не влияем на эмоции. Так кто кого лечит? У ваших пациентов столько эмоциональных проблем, что это тема другого уровня. И сейчас нет ни одного клинического вида рекомендаций, гайдлайнов, которые вроде как обновляются каждый год, но в нашем вопросе они всегда учитывают психологию или психопатологию пациентов, с которыми мы работаем. Основная идея такая, каждый четвертый ваш пациент и каждый четвертый пациенту гинекологу, эндокринолога имеет какие-то эмоциональные проблемы. Так как на нас упала сейчас хроническое средство, стрессовая ситуация, я имею в виду COVID-19, то, конечно, количество таких пациентов все больше возрастает. Да, мы понимаем, что мы все и наши пациенты очень эмоциональны. Мы люди эмоциональные по сути, мы и когнитивные, и эмоциональные одновременно. Эмоции достигают определенной вершины, чрезмерное переживание. Есть такой парадокс. Мы ценим в себе не позитивные эмоции, а негативные. Почему? Потому что это эволюционно так обусловлено. Человек, который не учитывает предыдущий негативный опыт, не выживет в этом мире. Негативные эмоции мы удерживаем во времени, а жизнь нам подбрасывает разные варианты. Болезни, экономические проблемы, проблемы воспитания. И количество негативных эмоций в нашей жизни становится все большим и большим. И тут еще наваливается биологическая катастрофа, инфаркт миокарда или еще что-то. Что мы делаем? Мы начинаем переживать, и мы начинаем в себе удерживать эту негативную эмоцию, не глядя на успешное лечение, например. В этом состоит парадокс. Мы боимся того, что было. Но все сегодняшнее и будущее строим по принципу «я умирал, я чуть не умер». А что такое темнота, вечности и так далее? Поэтому каждый наш пациент привносит в эту жизнь какие-то негативные эмоции. Причем есть постоянно надобность в альтернативе. Мы не можем жить в негативных эмоциях. Мы ищем позитивные эмоции, а нам подбрасывают только больше негативных. Смотрите, ребенок смеется 400 раз в день, а взрослый — 15. На 500 мыслей в течение дня мы имеем 450 негативных и только 50 позитивных мыслей. Это, чтобы не утратить равновесие, человек на одну негативную эмоцию в день должен найти 7 позитивных эмоций, как минимум. Тогда мы будем не в хорошем настроении, а на нуле. То есть надо еще найти 8, 9, 10 позитивную эмоцию, чтобы пойти дальше. Где мы находим позитивную эмоцию? Ну, может, лишь только когда с утра пьем кофе или беседуем с психологом, психиатром. Ну, хорошо, пойдем дальше. Какие психические проявления чаще всего мы видим в практике доктора-кардиолога? На первом месте я бы поставил, ну, поскольку я очень много консультирую и направленных пациентов к кардиологам в том числе, я бы рассматривал тревожные расстройства, особенно сейчас. Раньше преобладали депрессивные, но сейчас они поменялись местами. Значит, далее. Есть депрессивные расстройства, в основном в мягком варианте и соматизированном варианте, стрессовые, невротические расстройства, астенические и фобические синдромы, которые приклеиваются буквально к каждому заболеванию, и астенических синдромов гораздо больше в соматической практике, нежели в психиатрии. Потом тут органические, психопатологические проявления, когнитивные, монистические. Это разные варианты зависимости, аддикции и психосоматические расстройства. Сейчас мы вступили в ситуацию, когда живёшь всё время на свету, даже ночью. Вот интересное исследование, Национальный институт изучения окружающей среды, США, 19-й год. 44 тысячи женщин трудоспособного возраста, ожирение, сердечные проблемы, коррелируется с искусственным освещением помещения во время сна. У нас мелатонин не успевает синтезироваться, чтобы пройти циркадные ритмы. Мы ночью не успеваем спать, потому что нам светит циферблат часов, есть луна, у нас есть искусственное освещение, то и всё. Ну и вот до часу или двух ночи нам гаджет в глаза светит, мы там какую-то дурнюю смотрели, или телевизор. То есть мы расплачиваемся циркадными ритмами, а там, как биологическая основа, запускается уже у кого как, кто к чему склонен генетически. В том числе это могут быть и сердечные проблемы. Теперь мы вошли в этот перепуганный мир пациентов и докторов, которые живут в перепуганном мире. Он вышел туда, мы бац, надели на него маску. Мы живём в перепуганном мире, эмоции стали фоново-негативными. Каждое утро мы получаем дополнительную информацию от ВОЗа, от Минздрава, которые говорят, беда. Мы не знаем, что будет дальше. Кто мне скажет, что будет COVID-19? Никто не знает. Какие формы будут обучения? Я всё-таки преподаю в Национальном медицинском университете, никто не знает. С самого утра я уже в Zoom провожу работу с парой. Вот ситуация перепуганности будет расти. Ситуация тревоги растёт. И тогда мы обращаемся к старым работам и видим, какие риски смерти от ишемической болезни у мужчин среднего возраста при постоянной тревоге. Но на 50% выше, если ещё учесть другие риски. Есть сейчас личности типа «D» – «Distress». У них проявляется тревожность, кризисность, пугливость. И вот мне нравится ещё вариант «бедовые люди». Речь идёт не о бедных людях, а о тех, которые всё время переживают что-то неподавленное, они не получают никакого удовлетворения. Вот именно «бедовые люди». Так вот среди них как раз процент кардиальных проблем – 25-33%. Тогда мы говорим действительно о той беде, которая на нас наваливается, например, в виде социальной изоляции, одиночества, проживания без семьи, друзей, что влияет на преждевременную смерть. Все три фактора, вот есть исследование, которое охватило 3,4 миллиона человек, оценивались вот эти факторы и их влияние на преждевременную смерть. Все три фактора оказались одинаково значимы. А так как они друг друга усиливают, то они начинают превышать другие факторы, которые мы знаем. Гиподинамия, курение, жрение и так далее. То есть социальная изоляция, она возникла в результате ковида. И сейчас мы бьёмся над большой проблемой. Это интернет-аддикция. То есть сказали, ну хорошо, мы поживём в виртуальном мире. И живут там, до сих пор сидят, даже не думая о выходе на какую-то работу. А вот ещё интересные данные. Социальная изоляция и одиночество, что увеличивает риск сердечных заболеваний на 30%, а риск инфаркта на 32%. В Артола показываем, что если мы себя не реализуем, что такое социальная изоляция? Это негативный фон. Мы должны сбрасывать куда-то негативные эмоции на других людей. Это звучит цинично, но это так. Мы не сбрасываем негативные эмоции на кота, на ворону, на телевизор. Наоборот, они на нас скидывают негативные эмоции. Я не про кота, я про телевизор. Поэтому, когда мы работаем с людьми, надо понимать, они находятся в ситуации социальной изоляции. Надо думать, какие последствия карантина на психическое здоровье будут. Сейчас крупное исследование проводится. Мы включились туда. ВОЗ хочет собрать 100 тысяч анкет. Украина полтысячи должна заполнить этих анкет. Называется Mental Health and Disorder. И там говорится об изоляции. Так вот, последствия карантина для нашего психического здоровья – это стресс, которого мы не ожидали. Мы думали, что это будет стресс, но мы не представляли себе, что он будет такой мощный. Люди плохо реагируют на принуждения и ожидают объективного убеждения. После пандемии мы ожидаем рост депрессивных состояний. Сейчас пока стрессовые расстройства есть и тревожные. Но мы ожидаем рост депрессии, аддикции, это я уже говорил. После SARS это было также и других вариантов. Алкогольная зависимость, зависимость от гаджетов и так далее. Сейчас уже наблюдается серьезный рост тревожных состояний, расстройств. Я говорю о Ваших пациентах, не о своих. Наших и так хватает, а они появляются теперь все больше у Вас, потому что у них нету достаточной социальной и психологической амортизации. В структуре тревожных расстройств есть еще один момент – это мягкий субъективный когнитивный дефицит, так называемый. Он не является эффективным на работе, вот такой пациент. Часто тревожные расстройства объединяются с другими вариантами поведенческой девиации. Злость на себя, на окружающих, импульсивные действия, алкоголизация, агрессия и так далее, в том числе и в семье. В соматических расстройствах также проявляются тревожные, фобические и депрессивные синдромы. Но давайте различать два момента – тревога и депрессия. Это разные вещи. Да, они пересекаются в чем-то, и тут Вы видите на этом слайде, как раз я попробовал их разделить и показать, что вот депрессивные состояния, а вот тревожные. И есть те моменты, которые их объединяют. Конечно, это в первую очередь расстройство сна. Помните, я говорил, мы живем на свету. Женщины среднего возраста живут на свету и расплачиваются своим здоровьем. Но далее идет концентрация внимания, утомленность и так далее. Ну вот хочу показать им критерий депрессии по DSM-5. Это сейчас самая современная классификация. Асити-10 скоро поменяется на 11, поэтому используем DSM-5. Диагноз устанавливается при наличии не менее, а то и более 5 симптомов. И в частности, первых 2, вот они красным обозначены, они должны быть, как правило, всегда. И они должны длиться большую часть времени на протяжении двух недель подряд. Это не значит, что до конца недели вам так испортили настроение, что вы ничего не хотите. И сейчас вы попадете в эту зону и зону воздействия этих 5, а их должно быть 10. Вот, вернусь сюда, вот первые 5, и особенно важны первые 2. Каждый из нас может найти там себя в конце недели. Но опять же, это длится не на протяжении 1-2-3 дней, это длится постоянно, несмотря на то, что человек вроде отдохнул, переключился, встретился. Это вот 5 и следующие 5. Утомление, потеря энергии, ощущение своей неполноценности, снижение остроты мышления, трудности с концентрацией и даже повторяющиеся мысли о смерти или суицидальной мысли. Если мы это видим, то тогда мы говорим о диагнозе, это так называемый диагноз большого депрессивного расстройства. Понятно, что это уже психиатрия, но если вы будете хотя бы ставить вопрос по теме, если у вас там 1-2 таких симптомов, то этого уже достаточно, дальше можно не двигаться. Или используйте шкалу PHQ, PHQ-9. Это вот наше клиническое руководство по депрессии, которое и сейчас есть на сайте Мездрава, легко их скачать, это просто там 9 вопросов PHQ-9, вот 3 буквы латиницей и цифра 9. И вы найдёте там очень простые позиции. Теперь мы говорим о том, как отделить депрессию от тревоги. Вот критерий генерализированного тревожного расстройства. Во-первых, это постоянное чрезмерное переживание, тревожное ожидание. Это длится большую часть времени на протяжении дня. И всё это происходит не менее 6 месяцев. Но мы говорим о большом расстройстве. Есть ещё мягкие варианты, не генерализированные, но основной экокритерий – это то, что это будет каждый день и постоянно. Трудности при контроле этих переживаний. Тревога и переживания связаны с более чем тремя или хотя бы с тремя симптомами. Беспокойство, быстрая утомляемость, трудности в концентрации, ощущение, что я не могу принять решение, раздражительность, мышечная напряжённость, расстройство сна, ощущение, что ты находишься в ситуации, дистресса. То есть ты не можешь справиться с чрезмерными требованиями к себе, и это влияет на профессионализм. Теперь, понимая, что если, вот я говорю как психиатр, давайте находить у пациентов какие-то эмоциональные проблемы, но при этом надо понимать один юридический аспект. Ну допустим, я это установил, вот обнаружил у пациента нечто подобное. Теперь я должен этого пациента куда-то направить, чтобы началась коррекция, кроме того, что я занимаюсь основным лечением. Так вот, специально для вас я такой файлик подобрал. Это вот какой психиатрический диагноз могут или не могут выставлять своим пациентам любые врачи, кроме психиатров. Ответ простой. То, что зелёным цветом можно вам делать, то, что жёлтым, это сомнительно, вряд ли. Лучше туда не лезь, потому что придётся доказывать, что вы такой крутой знаток психиатрии, вы не нарушили закон о психиатрии, вы писали слово «феномен» или ещё какое-то слово. То есть лучше туда не лезь. Вот первые два – синдром «феномен» – это лучше всеобщий синдром, это грамотный, это по-докторски. Синдром какой? Депрессионный, тревожный синдром, тревожно-депрессионный синдром, тревожно-огребнический синдром, тревожно-эпохондрический синдром. Я все время говорю слово синдром То есть дополнительно в стационарную карту у пациента вы пишете все эти понятия Все должно сопровождаться словом синдром Феномен это другое Диагноз тут по знаком вопроса Это уже в кластер F вы переходите Эти вопросы вы используете Но слово расстройство лучше не писать Если вы уже шифруете пациента, то шифром R Но вряд ли вы туда будете залазить И категорически нельзя пациенту, кардиологу или другому врачу Писать слова расстройства, тревожное депрессионное расстройство и так далее Тут не дай бог вы попадете на юридически крутого пациента со своим адвокатом То потом не отвертитесь Итак синдром можно Зная синдром вы уже имеете право И далее более того вы обязаны коррегировать эмоциональное состояние пациента Потому что вы иначе не достигнете нужного эффекта Учитывая какую-то биологическую проблему Какая тут быстрая помощь? Анксиолитики Есть показания Если вы их назначаете, читайте инструкцию Они быстрее всех конечно действуют Но есть ограничения по длительности приема По количеству Вот неотложная психотерапия Тут надо проходить дополнительные курсы А есть еще отложенный эффект Или длительная терапия С современными антидепрессантами Группы СРА, МТ и другие Мультимодальные депрессанты там значатся Но это уже надо знать психофармакотерапию Но на уровне синдрома вы можете все это делать и назначать Я благодарю вас за внимание Если будут вопросы дополнительные То обращайтесь к нам Мы очень активно работаем У нас замечательная страничка в фейсбуке Нашей кафедры Я там не живу в фейсбуке Это вообще полная ерунда Но страничка кафедры есть Я только за И там вы можете много всего почитать Спасибо вам за внимание И будьте здоровы